Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите представить вам свой доклад «Первичная ультозраковая диагностика меланомы кожи и метастазов меланомы кожи». Как известно, меланома представляет собой злокачественное образование из меланомоцитов, клеток патрусирующих меланин и чаще всего определяется в базальной слое эпидермиса. Несмотря на то, что меланому приходится всего 1% случаев рака кожи, на долю меланомы более 80 смертей от этого заболевания. Основными факторами, которые могут помочь ультразраковое диагностическое исследование, это толщина первичной опухоли, мы можем определить по брестской уровень инвазии, по кварку, и также метастатическое поражение как лимфатических узлов, так и близлежащих, если есть послеоперационным рецидивов. Сейчас внедрением в ультразраковую диагностику линейных датчиков, таких как высокосочетодные датчики 18-24 МГц, уже можно четко определить именно послойное исследование образования в коже. Так, эпидермис визуализируется в виде узкой гиперхогенной полоски где-то 1 мм. Дерма выглядит, если есть инвазия уже в дерму, это около 4 мм в виде эхогенной или средней эхогенности полоски. И сосуды в дерме эпидермисе на неизмененных частях кожи мы не должны визуализировать. Также можно, если есть распределение уже узлового образования в гиподерну подкожно-жировую клетчатку, мы также можем по миллиметрам отметить. И мы знаем, есть уже с 2006 года, есть множество публикаций при исследовании именно узловых образований кожи, в частности при меланоме. Так наши коллеги определяли изменения, мы видим, в эпидермисе и дерме подкожно-жировой клетчатке, меланома 1,6 мм, и далее была прооперирован пациент, и уровень инвазии, по кварку мы видим, и индекс табресова также 1,6 мм. Также определялось изменение в цветовом доплерском картировании, и были возможности именно определения и даже компрессионной эластографии в данном узловом образовании. Вот тоже пример уже значительных размеров узлового образования кожи на фоне жидкостной подушки, уже с толщиной 5 мм, которое также было определено после операции, и совпадение, что уровень инвазии по кварку и бреслу тоже был 5 мм. И мы видим, что эти образования хорошо воскулизируются в режиме энергетического картирования, что в первом случае, то что во втором, тоже мы видим узловое образование, сниженное их агенности в эпидермисе 4 мм. При диагностике меланомы, кроме узловых образований, которые мы можем выявить в толще кожи, мы обращаем внимание, в большинстве случаев, что диагностически для ультразвука определено исследование периверических лимфатических узлов органов брюшной полости и забрюшенного пространства и малого таза. Для других модальностей, это КТ органов грудной полости, брюшной полости и малого таза, МРТ головного или КТ головного мозга, и также исследование в режиме ПЭТ-КТ, в режиме «всё тело» с 18-фтор глюкозы. В лучевой диагностике, как я уже говорила, есть 4 параметра, которые мы можем отдать. И для компьютерной томографии уже пациентам 2А4 стадии, после установки диагноза следует выполнять в динамическом режиме КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с контрастированием. Для магнитно-дезонансного исследования преимущественно применяется при метастисческом поражении выявления головного мозга у пациентов с меланомой, также 2А4 стадии. Если противопоказания есть для КМРТ головного мозга с контрастированием, то выполняется компьютерная тагоморрафия с контрастированием. И в качестве метода рудиконолитной диагностики позитронно-мерсионной компьютерной томографии с 18-федерной угрозой, которая используется для определения той же стадии поражения, прогнозирования и оценки ответа на терапию. Но есть метаанализ. Мы видим, что наши коллеги, проведенные Хайюнг и Савтром, в 2011 году доказали, что все-таки ультразаковая диагностика – оптимальный метод визуализации для страдирования именно периферических лимфатических узлов с достаточно высокой чувствительностью и специфичностью. Следует отметить, что для нас надо определить, какие именно лимфатические узлы мы определяем. И мы знаем, что где-то 70-80% у взрослых и 90% у детей составляют именно реактивные лимфатические узлы. Это такие лимфатические узлы, которые выявляются как биологический ответ на изменение гемостаза, то есть функциональная норма. Эти реактивные изменения могут быть в унесении иммунной системы, общее антигенное воздействие и место антигельного воздействия. Для определения же метастатических поражений ультразвуковая диагностика может визуализировать патологические изменения в картикальном слое в лимфоузлах менее 8 мм, которые как раз могут быть изменены при меланоме. И информативность данной методики, как мы знаем, чувствительность 92%, специфичность 84% и 89% по сравнению с другими модальностями. Задача ультразвукового исследования это оценка ультразвуковой анатомии лимфатических узлов, крайне важна терминология, о которой я дальше буду говорить, и оценить, какие же все-таки вторичные изменения лимфатических узлов. Это большие изменения более 3 см, это важно при распространении процессов, и определение так называемых микрометастазов, когда есть изменения картикального слоя краевого в 2-3 мм. И, конечно, корректная оценка, если нет изменений, если реактивные изменения, и после реактивных изменений после воспалительных процессов. Также уже при выявлении патологических изменений мы должны определить уровень расположения для планирования хирургического лечения, определить распространенность процесса, возможно, динамическое наблюдение при комбинированном лечении, наведение при биопсии таргентно-лифатический узел, чтобы правильно оценить мистостатическое поражение и постоперационно-динамическое наблюдение и поиск сигнально-лифатического узла. В данный момент уже 2021 года регламентируется несколько попыток именно сертификации правильности использования и правильности стадирования лимфатических узлов, то есть мы должны говорить на одном языке, и вот есть несколько попыток таких, как так называемая сертификация ВИТА, которая регламентирует не таргентно-лифатические изменения в лимфатических узлах, но при изменении вульвы. Сейчас, в 2024 году, вышла пробная тоже стендертизация патологии лимфатических узлов, которая разделяет на нормальные статозные, реактивные, суспециозные узлы и патестатические, и есть еще классификация, которая, но ДРАЦ, которая все-таки основана для магнитно-резонанса томографии. И вот представлена диаграмма, в которой мы можем разделить уже в Б-режиме и Доплеровском режиме, соответственно, с анамнезом, есть ли нормальные изменения, когда лимфатические узлы не увеличены, имеют правильную овальную плоскую форму, четкие, ровные края и дифференцировка сохранена частей, воскулизация не усилена, и чаще всего кровоток только в зоне лимфатического узла ворот, или вообще нету. Реактивные лимфатические узлы, когда есть увеличение, может быть округлая форма, может быть несколько нарушена дифференцировка за счет утолщения кортикального слоя, повышена воскулизация. И когда мы есть подозрительный метастатический процесс, когда меняется дифференцировка лимфатического узла, меняется форма, усилена воскулизация, чаще всего периферического изменения, и когда уже мы знаем, что есть метастатическое поражение, когда есть изменения в кортикальном слое, возможно, кистозные какие-то кальцинаты, гиперхогенные включения, и меняется кровоток чаще всего на периферический или смешанный, когда в первом и втором случае мы проводим функционную биопсию или трепан-биопсию. Крайне важно также разделять локализацию лимфатических узлов, так называемые топографические уровни, они есть во всех областях, как в подмышечной области, так и в областях пархлопедренной, но мы говорим сейчас о лимфатических узлах шеи, и у нас принято именно в нашем учреждении разделять по классификации Робинсова на 7 уровней, которые представлены на этой диаграмме. Почему? Потому что, во-первых, мы должны говорить с нашими диагностами и хирургами на одном и том же языке, а еще для Ассоциации онкологов России именно размер, оценивается передний и задний размер, и сейчас регламентируется, что если по уровням с третьего по шестой уровень наибольший размер не составляет 6 мм, и может быть увеличен для уровней 1B, 2A или 2B, когда он не более 8 мм. Также важно в своем протоколе описывать воскрулизацию сосудов, я уже говорила, мы можем оценить как цветность лимфатических узлов визуальной качественной оценки, когда мы видим сосуды, если сосудов по периферии лимфатических узлов или смешанных, характерно для злокачественного образования, тогда как отсутствие минимальной изменения цвета характерно все-таки для изменений нормальных лимфатических узлов или постереактивных. И можем оценить спектральный анализ лимфатических узлов, был ряд работ, в которых и с резистентностью оценивался максимально-систолическая скорость, которая, если она не превышает 0,7-0,8 единиц, характерна для доброкачественного процесса. Также в нашем арсенале есть дополнительные методики, уже такие как компрессионная эластография или эластография сдвигов волны, которая имеет качественную количество на оценку, и для тип 3-й эластотип и тип 4-й характерны для метастатически измененных лимфатических узлов и полуколичественные результаты, например, при компрессионной эластографии, если они превышают 1,2 и 2 единицы, уже характерны для метастатических изменений. И при эластографии сдвиговой волны тоже можно оценивать качественную и количественную оценку, пороговое значение, в зависимости от аппаратуры и авторов, колеблется от 20 до 40 кПа, если превышает, и 2,5-3 метра в секунду. Тоже мы можем уже подорить злокачественные изменения. Для исследования недавнего времени в нашем институте мы применяли контрастно усиленную тозаковое исследование, она опять приходит к нам. Уже есть возможность использования контрастных контрастов при исследовании лимфатических узлов с определением тоже качественной и количественной анализа, и она регламентируется. Мы видим ассоциации тозаковых врачей именно европейских, американских и наших, что можно увидеть. Так, реактивный лимфатический узел, который мы можем заподозрить, это может быть фолликулярная гиперплазия или покортикальная гиперплазия, когда равномерное утолщение, например, критикального слоя или паракортекса до 2-3 мм с увеличением, например, кровотока в этом лимфатическом узле. А высокосущественно-частотные датчики как раз нам позволяют увидеть этот критикальный слой более четко утолщение, увидеть сосуды, которые заполняют именно этот критикальный слой. Даже при минимальных изменениях в лимфатическом узле мы видим до 5 мм с определением жесткости при эластографии как компрессионной, так и эластографии сдвиговой волны. Это подтверждённый реактивный лимфатический узел 1А. При этом, я уже говорила, крайне важно определение именно минимальных изменений в лимфатических узлах, особенно при меланомии кожи. Мы можем в B-режиме определить краевой дефект вертикального слоя. Мы видим на этом слайде, когда мы видим минимальные изменения в вертикальном слое гетерохрагенного характера, также мы видим усиление кровотока по периферии, и мы видим, что есть жесткие участки в этом лимфатическом узле с повышенным коэффициентом жесткости. Вот более прицельно. И также высокочастотный датчик нам позволяет по сравнению с датчиком 4 МГц определить эти изменения. Мы видим, вот в 4 МГц мы видим это, но более отчётливо мы видим уже при 24 МГц, что есть изменения в критикальном слое сниженной эхогенности с повышением смешанного характера кровотока, с незначительным повышением, например, при сдвиговании коэффициентов килопаскалей в метр в секунду. И это тоже подтверждённый лимфатический узл, это метастаз меланомов, тоже лимфатический узел 1А, то есть подбородочный. И мы знаем, что вторичное поражение лимфатических узлов разнообразно. И мы видим вот три примера. Это вот первый пример – это плоскоклеточный рак, второй пример – это снижение эхогенности при меланоме, и следующий пример – это злокачественная лимфома. И мы видим, что тоже минимальных размеров узел, вот мы видим снижение уже с потерей дифференцировки, нету здесь кровотока в лимфатическом узле. Мы видим, что есть участки жёсткости, и мы видим, что достаточно высокий коэффициент 4,1. И мы видим неоднородное заполнение контраста уже при контрастировании данного лимфатического узла, который будет более виден на кривой контрастировании. Мы видим, как неоднородно заполняется этот узел контрастом с быстрым выведением контраста в этом лимфатическом узле. И это тоже метастатическое поражение при меланоме кожи в лимфатическом узле. Но следует не забывать, что есть просто операционные изменения, когда мы… Ещё один клинический пример. Когда мы уже прооперировали пациента, уже сделали операцию и на коже, и выприняли лимфодисекцию, но следует обращать и на минимальные изменения, когда в постоперационном периоде вот есть в B-режиме, видим участки сниженной эхогенности уже в кивательной мышце, по ходу кивательной мышцы, не очень большие, по 4-5 мм, значительное количество, до 4 узлов. Мы видим, что эти участки воскурализированы по периферии, в энергиническом доплитном квартире недостаточно высоко. При эластографии компрессионной мы видим, что эти участки эластотип 3 или 4, то есть повышенная жёсткость именно превышает 3 единицы, и это рецидив меланомы в кивательную мышцу в проекции послеоперационного робца. И в заключение хотелось бы сказать, что мультипераметрическое ультразвуковое исследование, которое мы применяем, крайне важно, как определение первичной опухоли кожи, то есть мы можем помочь нашим клиницистам определить, насколько высока инвазия в кожу, также метастатическое поражение поверхностно-расположенных лимфатических узлов с достаточно высокой диагностической специфиченостью на первичном этапе. Когда мы используем в современной методике, такие как эластография и контрастно-усиленное ультразвуковое исследование, оно тоже помогает точно определить структуру поверхностно-расположенных лимфатических узлов и определить зону патологических изменений для точного введения для биопсии. Такие другие модальности, как магнитно-резонанс с нейморальной КТ и ПЭТ-КТ с большой диагностической эффективностью позволяют нам тоже использовать при первичном этапе оценки распространенности опухолев в структуре органов глубоко расположенных лимфатических узлов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...